В Ненинском округе приступили к рассмотрению бюджета на 2021 год. Основные характеристики окружной казны на очередной финансовый год и плановый период 2022 и 2023 года обсудили в окружном собрании депутатов. Соответствующий проект закона был рассмотрен на заседании постоянной комиссии окружного парламента по экономической политике и бюджету. Документ представил исполняющие обязанности руководителя Департамента финансов и экономики Ненинского округа Сергей Михайлов. Общий объем доходов окружного бюджета в 2021 году спрогнозирован в сумме порядка 20 миллиардов рублей. Объем расходов 22 миллиарда 350 миллионов рублей. Дефицит составит 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Основным источником финансирования дефицита является привлечение кредитов в 2021 году на сумму 2 миллиарда 700 миллионов рублей. В следующем году поступление налоговых и неналоговых доходов прогнозируется в сумме 15 миллиардов 350 миллионов рублей. В том числе налог на прибыль организации порядка 3 миллиарда 400 миллионов. Налог на имущество организации 5 миллиардов 870 миллионов. Прогноз поступления по проекту «Харягинское месторождение» 3 миллиарда 900 миллионов. Безвозмездные поступления запланированы в сумме 4 миллиарда 700 миллионов рублей. В том числе и с федерального бюджета дотации, субсидии, субвенции составят 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Наши доходы зависят очень сильно от поступления нефтяных компаний. Основное у нас поступление от «Харягинского месторождения» и от налога на прибыль. И ситуация на ценных на нефть в мировом сегменте очень сильно влияет на нас. И мы по этому году уже видим снижение доходов нашего бюджета. В следующий год также есть риск и есть опасение, что не так быстро стабилизируется ситуация с нефтью. Поэтому с этим бюджет сложный получается. Верхний предел государственного внутреннего долга Ненецкого автономного округа по долговым обязательствам на 1 января 2022 года предлагается установить в сумме 7 миллиардов рублей. Расходы бюджета Ненецкого округа сформированы в программном формате. С 1 января 2021 года в округе будут действовать 26 госпрограмм. А в рамках реализации 9 нацпроектов учтено финансирование по 24 региональным проектам. Объем трансфертов из окружного бюджета бюджетом муниципальных образований на 2021 год составит 441,6 миллионов рублей. Была поставлена задача губернатору Васильевичу о том, чтобы какой бы ни был бюджет, он должен оставаться социального характера, социальной направленности. Ни в коем случае жители региона не должны почувствовать на себе изменения наших доходов. Поэтому, когда мы сейчас закладывали бюджет, в первую очередь мы ставили все расходы на социальное направление, это различные выплаты населению региона, плюс сделали упор на финансирование субсидий наших юридических лиц. На субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения недополученных доходов предусмотрено полтора миллиарда рублей. По итогам обсуждения основных параметров проекта бюджета, депутаты приняли ряд рекомендаций. Очень важно, сколько будет денег у нас на исполнение нацпроектов. И депутаты неоднократно ставили вопрос о том, чтобы это было финансирование 90 на 10, так как у нас на самом деле сложный бюджет. Честно говоря, на следующий год бюджет сложный, но он не критичный. Администрации округа предложено разработать план мероприятий по увеличению доходной части окружного бюджета за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и платежей от компаний-недропользователей на социально-экономическое развитие округа. Парламентарии также говорили об увеличении до 90% доли финансирования нацпроектов из федерального центра. Подробно расходная часть проекта окружного бюджета будет рассмотрена на профильных комиссиях регионального парламента. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.